Добрый день! Сегодня у меня праздничная фиговина. Праздничная, потому что настроение у меня праздничное. Я буду говорить об удивительнейшем гаджете, который ознаменовал для меня лично подлинную революцию. Имя революции даже не переход от электронной книги и букса одного поколения к другому, а переход, эксодус такой, исход от Сони. Для меня в последнее время это стало навязчивой идеей. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что я весь оброс этой вот катулианской компании, like no other, камерам у меня Сони. Монтирую я в Сони Вегасе, ноутбук у меня Сони, читалка у меня PS505 Сони. Куда ни плюнь, все одно Сони. Бесит она меня так, как никакой другой предмет моей этой жизни. Короче говоря, при первой же возможности я решил вставить ноги. Или как там говорят, сделать ноги. Сделать ноги. Вставить ноги – это хорошо. И вот эта возможность подвернулась. Речь идет о новой читалке. Собственно, и с ноутбуком уже все понятно. Осенью первым же делом, как только доберусь до Москвы, я дезертирую от своего ВАЮ в сторону Dell Precision 4400. Это вот ноутбук мой, следующий выбор. Ну хорошо, об этом в другой раз. Сегодня мы говорим о Pocketbook. Вот этот вот. 301, кажется, модель. Украинский. Украинский ридер. И ридер. Фантастический. Его тестировал недавно Козловский. Ну, Козловский – это же феномен, понимаете. Ему можно вот просто показать две абсолютно разные вещи. Он умрет, но не признается, что какая-то вещь лучше. Короче, вот как я его в свое время с Палма сковыривал с Тунгстона. Всю полжизни отдал, пока я его оттуда сковырвал. Теперь вот он сидит на Артемисе. Сковырнуть его невозможно. Это HTC старею, это убожеское. И на сауне PRS-505. Вот дошло до того, что Антонелло кладет перед собой два и-букса включенных. Кладет их перед собой вот так. Фотографирует, публикует, видит, что здесь изображение ярче, белее и контрастнее. Но упорно пишет. Ну да, наверное, где-то что-то, но я не вижу. Ну, извини, старик, ты дальтоник. Слава Богу, Лена твоя жена увидела. Ну и все остальные. Итак, рассказываю. Покетбук фантастический ридер. Он чуть-чуть дороже Sony PRS. Но по возможностям он не просто чуть-чуть лучше, он в миллион раз лучше. Во-первых, качество обложки изумительное. Изумительное. Sony отдыхает. Дальше он чуть-чуть длиннее Sony, но и значительно уже, соответственно, и легче. Все тот же, любимый народом, прорезиненный пластик. Мне он устраивает, меня устраивает ничуть не меньше, чем соневское железо. А дальше начинается самая выдающаяся интерфейс. Удобный, несказанно. Это новая модель Pocketbook 301 Plus, которая вышла в июне 2009 года. Она отличается, во-первых, процессором 400 МГц. Теперь странички здесь, я вам сейчас покажу, просто летают. Просто летают по сравнению с Sony. И во-вторых, здесь 64 МБ памяти, а не 32, как на всех остальных e-books на рынке. То есть во всех отношениях это, посмотрите, с какой скоростью переключается страница. Ну, раза в 2,5, если не в 3, быстрее, чем на Sony PRS505. Но и скорость, и удивительно удобный, продуманный интерфейс. Посмотрите, ободковый джойстик на 4 позиции, кнопка OK меню. И здесь выведены 4 кнопки для выхода в центральное меню. Что там еще такое умное? Для возврата к предыдущему меню, регулировка звука для музыки. Здесь у нас тоже вынесено плюс-минус. Главное, конечно, не это. А главное в программном наполнении, не идущем ни в какое сравнение ни с чем остальным на рынке. И в всяких хитростях типа встроенного словаря, возможностей гласирования пометок ручных. В общем, обо всем по порядку. Начинаем с убийственной фичи номер 1. Поддержка форматов. Держитесь крепко. FB2. FB2 в зазипованном виде. Texte, PDF, RTF, HTML, PRC, CHM, DejaVue, DOC, EPUB и TCR. Последние два понятия не имеют, что это такое. Короче, все, что шевелится, схватывает мгновенно. Воспроизводит на экране мгновенно. Теперь дальше смотрите. Открыл меню, открыл страницу, нажимаю центральную кнопку, попадаю в меню. Смотрите. Прямой ход на страницу, выход с книги, поиск. Задаю с виртуальной клавиатуры. Вот такой очень удобный. Задаю, что искать. И возвращаюсь. Дальше. Закладки. Поворот. Настройки. Содержание. Словарь. Нажимаю ОК. Мгновенно появляется словарь. Посмотрите, я джойстиком передвигаю к любому слову. И тут же, мгновенно, вижу перевод. Ребята, о чем вы говорите? Это и бук мечты. Быстрый. Легкий. Очень эргономичный. По функциональности не имеющий равных. Поддержка словарей. Поддержка аннотаций. Виртуальная клавиатура. Ну, что еще? Ну, естественно, никаких мемористиков. Бога ради. Все нормально. И SD только карта. 500 мегов встроенной памяти. Здесь что хочешь, запихиваешь. По-моему, до 8 гигабайт поддерживать. Но у меня таких библиотек даже, наверное, нет. До конца жизни же не прочтешь. Жутко удобный интерфейс. Необыкновенно продуманная программная оболочка. Встроенная поддержка всех языков. Вспомните это мучение Sony, да? Не то же славянский. У меня, скажем, на Sony PRS поддерживают русскую грамоту после этих перепрошивок левых. Но ни немецкий, ни французский. Ничего этого нет. Здесь все. Весь юникод встроен. Даже иврит. Алло, Вильянов. Шалом. Все отлично. Справа налево. Все читается. Ирабский, и японский. Какой хочешь. Короче. Находка года. Абсолютно лучший ибук. Тут же его купил, не раздумывая, в Киеве. Прислали мне его в Одессу. Ночной почтой. Кажется, я в одной... Да. В одной из голубятин я это описывал. Удивительный, визуальный, потрясающий интерфейс, который еще и прошивки обновляются чуть ли не каждый месяц. Понимаете? Ну, браво, браво, братья-украинцы. Лучший ибук на сегодняшний день. Покетбук 301+. На подходе покетбук 360-й с 5-дюймовым маленьким экраном, совершенно другим форм-фактором, в карман лезет. Но это уже особый разговор. Когда он выйдет, я обязательно его получу на тестирование, я обязательно покажу вам. Пока что ничего лучше этого нет.